Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Солнышко, это я В течении полчаса мы тебе позвоним Тебе надо сдать согласие На звонок И запись нашего звонка на видео Ну нажать отправить А что вы не доедаете? Да Чувак говорит Отрежьте мне руку за банку сгущенки Ну, может у некоторых Не хватает что-то Мозлов? Не, ну у всех по-разному Кто-то много есть Кто-то, может, не адаптировался А ты что пришел воевать? Ну, поездка пришла, я пришел Не, я понял, что ты ведь А так У меня только жизнь начала обустраиваться Работа, ну, построительство Работа Жизнь начала обустраиваться А что до этого не было жизни? Ну, была Не так успешно, как Сейчас успешно полетела? Ну, в данный момент нет Че? В данный момент нахожусь в плену Это плохо? Да Ну, да Ну, да было взорвать себя Нет Говорили же Да, говорили А что не выполнил приказ? Ну, я жить хотел и Нет, то, что ты жить хотел И сам убийство Это грех же Ну, нельзя со самого себя убивать Почему? Ну, кто говорит, тот пусть сам так и делает А я Ну, что ты сказал Семья убить не так Грех? Верую в Бога? Ну На чем? О, как Начал и тасканул Я до этого верил Ну, не Как так 50 на 50 Логично Или верю Или не верю Правильно? Да Поговорим, короче Говорить будем Разбитый Samsung Придвинься сюда ближе Биться не будешь? Нет Я не агрессивный Не факт Во всякий случай Представься в разбитый Samsung Хватит Вы даете добровольное согласие на записи и публикацию данной беседы? Да, даю А нафига оно тебе надо? Ну, чтобы все знакомые, родственники, все узнали обо мне, что я живо-здоровый А им это зачем? Ну, чтобы не было неизвестности и, может быть, меньше было горе, то что я все-таки живой, а не мертвый Я думаю, если бы ты был мертвый, им бы понравилось больше, потому что они бы получили денег Нет Думаешь? Да Ну, ладно Здесь будет вставка или не будет вставки, это знает только один критик Если вставки не будет, то наш фонд работает Мы выплачиваем вознаграждение нашим защитникам за то, что пополняют обменный фонд Все детали и контакты в Телеграме В этом месте еще все нажмите, пожалуйста, подписка, лайк и напишите комментарий Также подпишитесь, у нас в Телеграме есть очень много интересных вещей, которых YouTube не разрешает 95-й год, какое у тебя образование? На ты можно? Да У меня тоже можно на ты Ну, вообще, законченные 9 классов и техникум Не законченные Не законченные На втором курсе ушел Ну, я понимал, что Почему я угадал незаконченные? Почему? Как? Сколько мы с вами до этого общались? Нисколько Тогда не отходим от сценария, когда говорили, сидим по сценарии Там просто говорили раньше, что вас заставляют со мной беседовать, с Вовой Нет, никого не заставляют, я сам попросился Сам попросился Почему не закончил? Ну, я понимал, что обучение для меня, то, что я умею, или как-то там на практике, если у меня получается Я понимал, чтобы и не себя не мучить, и преподаватели, чтобы они меня не тянули А что ты умеешь? Почти все Ну, то, что мне показывают, я легко воспринимаю Там, надо машину отремонтировать Мне раз показали, я могу сам отремонтировать Нет, почти все, это очень прикольная фраза Хирургом можешь подменить Ну, если там покажут, что-то это, может быть Я не отрицаю этого Ты какой-то феноменальный? Нет Понял Не учиться для того, чтобы не напрягать учителей И себя не мучить, это прикольная формулировка Такого еще не было Будет интересно, наверное Ну, просто я понимал, что я и сам учиться не хочу А, ну, и смысл, чтобы меня учителя тянули на учебу и все остальное Я просто сказал, что я не хочу учиться Забрал документы и пошел в армию, на срочную службу Кем ты был на срочной службе? В железнодорожных войсках Что делают железнодорожные войска? Мы старую железнодорогу к путям, ну, к военным частям разбирали и проводили новую После армии куда ты пошел? После армии пошел, ну, сначала в магазин грузчиком Потом устроился на завод Работал почти пять лет на электрокаре ездил Возил на алюминиевом заводе, короче Катался, короче Ну, можно сказать так Сколько платили? Около тридцати Это в каком городе еще раз? Хакасия, город Савиногорск Это даже меньше средней зарплаты Может быть, я не знаю Семья, дети? Семья, я детей нет Когда замуж вышел? Женился? В восемнадцатом году, 25 августа Это ты еще ездил на каре? Ну, поняла, как я понял, что тоже не ее на… и у нее этот… аллергия… она на парикмахера училась и у нее аллергия пошла На волосы типа? Или на шо? Это как раз приводит политикой тоже не интересовался? Нет Всей правды не знаешь? Я здесь только узнал, что вообще все началось 24 февраля прошлого года Нет Просто по телевизору показывают Все началось в четырнадцатом году, в 2014 вы напали По-моему… Ну, этого я не знаю Это я не знаю Конечно Просто по телевизору… Министр обороны вот кто? Шойгу, по-моему Как его имя, отчество? Сергей, отчество я не знаю Я просто думаю о чем можно говорить Чем отличается Вторая мировая война от Великой Отечественной? Не знаю И Первая мировая? Тоже не знаю Какие имя Владимира Ильича? Ленин, по-моему Владимир А, Владимир Я же говорю Владимир Ильич Чем ты занимался с восемнадцатого года? По строительству Что строил? Дома Получается Заливали фундамент, поднимали дома, строили крыши, обшивали дома Общестрой? Да Сколько там платили? Там около ста тысяч в месяц выходило О, нормально И типа жизнь начала налаживаться, потому что стало много денег появляться? Ну не много, но хватало вполне, чтобы содержать семью Да к детей нету какая семья? Ты работаешь, жена работает У меня жилья не было Появилось или? Государство выдало мне жилье, получается В июле, в начале июля выдало Этого года? Да А за что это тебе выдало? То, что у меня родители нету, я сирота Ааа Ты в детдоме? Нет, меня бабушка воспитала Бабушка Когда тебя мобилизовали? Мобилизовали меня 29 сентября 2022 года По повестке? Да Сам пошёл, по-честному сдался Ну я старался жить, чтобы не было у меня никаких проблем с законом Поэтому пришла повестка и я не стал никуда прятаться Я боялся, что привлекут всю жизнь мирно, спокойно, чтобы не было ничего А тут из-за какой-то повестки Говорили, что будет, если не пойдёшь? Ну кто-то говорил, что штраф Кто-то говорил, что посадят Ну я не хотел ни того, ни другого Ну когда говорили, я спрашиваю, а вы кто? Вы когда-нибудь сталкивались с этим? Они говорят, нет Я говорю, а почему вы тогда так говорите? Кто посадит штраф этот? Ну я проверять не хочу на себе Понятно Куда вас направили после военкомата? После военкомата После военкомата нас отправили в Омск В Омск Какое отделение, в котором ты начал служить? Там они у них часто менялись Комбаты менялись Ну да Ну сначала был один, потом он заболел Поставили березу Был дуб, стала береза Когда ты зашёл в Украину? В Украину Мы приехали в начале марта А где вы были до этого? Были в Беларуси Ну получается Так, октябрь, ноябрь, декабрь были в Омске Потом два месяца были в Беларуси Проходили обучение Ну тоже там по мишеням стреляли Между кустов ходили Якобы представляли обстановку Якобы мы в лесистой местности преодолеваем противника Помогло? Нет Чего так сразу резко? Ну я просто говорю Там Ну Якобы мы проходили Ходили между кустов Ну Я ошибка Ну Не Придавала тому значения Что Ну Я С самого начала Как Не был готов И Не Как Не было у меня того Этого Чтобы идти воевать Когда Нас по повестке Придавали То есть я Не Не было этого Чтобы идти воевать Пожалуйста Ну То есть нам говорили Ты русский Или россиян Русский Разница какая Не знаю Ты же принес сюда русский мир Несешь Расскажи мне на русском языке Только нормальным набором слов Что ты имеешь в виду Я пришел сюда не для того чтобы воевать Ну потому что когда нам выдавали повестки Все остальное И когда мы проходили обучение Нам не говорили то что мы будем На первой или второй линии Мы нам говорили Будем где-нибудь Ну В каких-нибудь городах Там на въезде На выезде Вообще на блокпостах Стоять будем Чтоб пьяных Никого не было Останавливать Ну За таким Ну за свои мысли У тебя был телефон? Был А с собой не был У меня остался у товарища Когда ты лишился смартфона? 19 августа Этого года? Да Я вселенаправленно отдал товарищу Понятно Что было Ты не знал Будучи там в Белоруссии Ты не знал что происходит? Ну Я не интересовался Ну Вот этими новостями То что нас куда-то там Отправляют Почему я тебе не верю? Я не знаю Я не верю тебе что ты На какие ты был телеграм-канал и подписан? У меня не было телеграма Ну Телеграм-канал Телеграм Да Телеграм был Но у меня там только эти Ну Как Сказ С Контактов Только были А ютуб у тебя был? Был Смотрел? Да Ну я смотрел там только след Ну либо музыку слушал Меня видел? Нет Про мое существование ты не знал? Только здесь Я говорю я никогда Ну до этого никогда не интересовался вообще ничем Ну потому что Ну если меня это не касается Зачем я буду забывать себе голову Там чем-то плохим Еще чем-то Что меня не касается Ну я Ну это называется кругозор Человеку Свойственно Получать Различные знания Чтобы можно было строить Различные Там истории Себе в голове Делать какие-то выводы Я не верю тебе что Ты Ну Ну если фони меня Ну вот там например Вот пока Я не Хорошо Давай по-другому У нас реально будет прикольная тема Ты пробовал ответить себе на вопрос Зачем тебя мобилизовали? Нет Отвечу на три твоих любых вопроса У меня нет вопроса Нет Задавай Я не знаю что задать Потому что Все что я тебя спрашиваю Ты на все отвечаешь Я не знаю Я этим не интересовался Я в этом не разбираюсь Ну мне только вот интересно Ну По поводу обмена Ну Когда нас обменяют Ты хочешь на обмен? Да Очень хочу Зачем? Домой к жене Нет Домой к жене тебя не отпустят Ну Ты пойдешь еще раз Развоевай Почему? А? Почему? То есть почему? Потому что ты живой-здоровый У тебя есть руки-ноги Ты можешь держать автомат Вы с собой вообще не общаетесь? Не разговариваете? Тут когда вы сидите в камере Вы что не базарите между собой Не общаетесь? Что происходит дальше? Я Ну Так только вот С кем мы Ну Между собой Где кровать Ну это я понимаю Ну А так чтобы Со всеми Я не хожу не общаюсь Для чего? Тебе не рассказывали Что вы все Потом идете второй раз На войну? Ну Рассказывали то что Суда уже привозили Да Второходу Тоже мобика Попал в плен Его поменяли 15 февраля этого года Его поменяли Он попал в плен Второй раз В Мае месяце И второй раз его уже Никто не поменяет Тебя не отпустят Домой Зачем? Жена твоя что отвечает Зачем тебя Отпускать домой Если ты год Ни хрена не делал За год тебе страна заплатила Почти 2 миллиона рублей Сколько ты получил? 193 тысячи Да? Ну так да Или сколько? Около 195 195 тысяч Сколько ты провоевал? Сколько ты зарплат получил? Получается в сентябре было 12 Калькулятор Или ты можешь умножить в уме? Удиви меня пожалуйста 12 на 193 умножишь? Ну грубо говоря 200 на 10 это 2 миллиона еще Правильно 2400 грубо говоря Да А как дальше отнять хвостик? Не знаю Ну 12 умножить на 7 Сколько будет? Зачем 12? Вот ты говоришь получил 2 миллиона 400 тысяч Ага Но получал то ты не 200 тысяч А 193 А Теперь давай посчитаем точную сумму 12 умножить на 7 Сколько? Это 84 тысячи Да Отнять надо от того 2 миллиона 400 Ой 316 тысяч Да Это я к чему говорю? К тому что в тебя уже вложили 2 миллиона рублей деревянных Тебя отпускать нельзя, зачем? Ты еще не гляди там ремонт в квартире сделаешь или уже сделали? Нет Что за квартиру дали? Там студия Студия Да, поэтому на тему обмена, обмена, если и будет обмен, то ты пойдешь играть второй раз, у тебя будет второй шанс выжить? Я думаю нет Сколько дней на передке ты провел? От момента, когда вас... Понятно, ты 4 месяца ничего не делал в Белоруссии, потом где-то... Нет, 3 месяца в Омске и 2 месяца в Белоруссии 5 месяцев ни хрена не делал, потом когда ты первый раз попал на передок? Я попал... У нас 9 июня первый раз на позицию в Листополосу отправили, там 5 дней просидел И как там было? Было очень плохо Чего? Артиллерия сильно по нам стреляла Двухсотые были? Были Трехсотые? Трехсотых тоже много было Сколько штук за 5 дней? Так... В один день Около 20 Двухсотых? Нет, трехсотых, в двухсотых было трое, по-моему За что они погибли? Не за что Ну как это не за что? Береза вам хоть рассказывал, за что вы воюете? Нет Ну за что ты здесь? Я не знаю Тебе не интересно? За что твоя родина тебя отправила умирать в мою страну? Ты не знаешь? Вам говорили когда финиш? Когда все закончится? Нет А цели войны какие? Тоже никто не говорил Это война или это свор? Нет Ну раз только было интересно, я тварище спрашивал типа, ну вообще докуда хотят идти-то, до каких городов там, чтобы ну когда это все закончится? Все говорят, мы не знаем Чем отличаешься ты от наших солдат? Вы, ну, за свободу дома боретесь, а мы, у вас, у вас на земле Угу У нас на земле Угу В июне первый раз побыли на позициях, а дальше что было? Ты потом еще был июль, еще был август, то есть еще было три месяца Июнь, июль, август и ты попал в плен, да? Да Как же ты не хочешь говорить на эту тему, что было с июня по август? Ну, потом нас вывели, потом нас отправили на другую позицию, там я был ровно сутки, пока не ранило товарища Его ранило, я вывел, потом неделю я был у медиков, он сидел в подвале у медиков, у меня руку ранило Товарища вывел, в госпитале отвезли Ну, ранение у тебя было Да Куда? В руку Я понял, что в руку, ну, куда? Вот сюда, здесь посечение было сколько? Угу Ну, неделю потусовался, вылечили тебя? Вылечили, потом отправили обратно в подразделение, потом через неделю, наверное, ну, как, новое направление нам дали Клещеевку, там, ну, с какой-то другой стороны, не с той, которую мы заезжали, а с каких-то лесополок У нас 15 человек выбрали, ну, отправили в другое место Мы туда приехали, 10 человек оставили, а нас, ну, получается, 3 взвода, 5 человек Первый взвод обратно отправили, а второй, третий взвод увезли в лесополосу Угу Потом, я, получается, недели две или три на, там, я не знаю, там, или провизию, или что-то Короче, на охране чего-то был, на шлагбауме, чтобы лишние не заходили Мы это, на шлагбауме, короче, были Угу Потом приехала московская проверка, нас оттуда возобрали всех Что московская проверка? Ну, проверяли личный состав, сколько нас осталось, людей, мобилизованных Не понял, зачем это надо проверять? Ну, не знаю До этого просто жалобы были, то, что, ну, мобилизованных не хотят, ну, как, производить ротации на, ну, на лесополосу Когда на позиции отправляют, не хотят, там, кто-то пожаловался, вот, приехали, там, ну, начали это все проверять Ну, не знаю, чем закончилось У нас, получается, со шлагбаума вывели, записали нас, то, что мы живы-здоровы И обратно в подразделение вернули Видео записали? Нет, ну, бумажно как-то, я не знаю Угу Да сколько у вас вообще потери были? Да Батальон сильно вредил? Да Ну, сколько раз его пополняли? Я не знаю, сколько раз пополняли, ну, вот с нашей роты Крайний раз, когда, ну, последний раз, когда я заезжал в Клещевку, у нас около 30 человек было с роты Оставшийся, остаток с нашей роты Угу, а остальные 200-300? 200-300 Отказники были? Да, по-моему, были Что с ними делали? Ну, я знаю, что с ними делали Я же хочу от тебя это услышать Ты 700, наверное, 50-й, 43-й человек, с которым мы с Вовой пообщались Как ты думаешь, рассказывали? Наверное, не знаю Мне интересно просто, что у Березы у вас делал Нет, у нас Березы у нас сменили в Белоруссии, было другое потом Что другое делал, как воспитывал отказников? Ну, я промолчил Нет А что ты боишься? Ну, ты сам был отказником Правильно? Правильно Что с тобой сделали? Я могу перечистить Я знаю, что вас сажают в ямы Я знаю, что вас привязывают к деревьям и столбам Голыми На 4-5 дней ходишь в туалет под себя Мурят голодом, заставляют трупы палить Просто интересно весь ассортимент узнать Как я понял, что ты отказником был? Не знаю А давай подумаем Не знаю, потому что не хочу об этом разговаривать Ну, это раз, второе я видел твою реакцию Опыт, чувак, это называется опыт Опыт общения с вами Ты же сюда пришел с целью позвонить? Да Это я понимаю, прекрасно Если бы не было возможности позвонить, ты бы пришел? Нет Потому что ты не можешь подумать, что будет дальше А почему? Потому что нет образования Бэй, ты ничем не интересуешься Разницы нету, совершишь ты звонок или не совершишь Когда до вас дойдет до самих Вот сюда вот дойдет, что вам надо попасть в тот разбитый объектив И попасть в YouTube, чтобы твоя жена могла потом взять это нахрен видео с тобой Принести в военкомат и сказать, что вот он живой Звонок это тупо хрень Понимаешь? Это просто, ну, ни о чем Ну, мне очень реально интересно Когда ты отказался первый раз? Ну, вот после этих пяти дней Первый раз, когда были на этих, да? Да У вас там лупашило, наверное, все гремело, взрывалось Мы, получается, вышли и, ну, отказались обратно заходить Логично, так делают почти все Что вам комбат или командир ротой был? Командир ротой и комбат Ну, они по рации связались Сказали идти на другую точку эвакуации Угу Там дождаться машины Да Приехал Соболь, нас увезли Соболь это кто? Ну, это газетка А Я не специально Ну, и куда вас отвезли? В подвал На подвал, сколько ты пробыл на подвале? 16 дней 16 дней, кормили? Да Сколько раз в день? Один раз Один раз, голодные, короче, вы были Да? Можно сказать так В плену кормят лучше, чем на том подвале Да Били вас? Лично меня нет А других? Ну, там, я не знаю за что, но Восьмерых человек маленько побили Плохо, что маленько Что потом было, после 16 дней? Пришли и сказали, что Ну, нужно идти обратно Ну, мы Ну, то, что я не могу дальше-то продолжаться Нельзя было дальше Сколько человек было на подвале? В нашем помещении было пять человек А вообще нас было восемь Ну, других я не знаю, сколько там было вообще Я, ну, именно тех, с кем мы Вот, нас отвезли туда Угу Правильно я делаю вывод, что пришёл чувак и сказал следующее Или вы идёте назад в окопы? Или что будет? Ну, что именно не говорили, но Могут ухудшиться, ну, условия пребывания Ухудшиться ещё? Да А что, после подвала ещё какие варианты есть? Не знаю Вы не дошли до этого уровня? Ну, нет, мы согласились и пошли обратно Угу Угу Вот, видите, тут уже интересно получается А что ты про это не хочешь говорить? Не хочу Ты боишься, что с тобой будет по возвращению? Ну, это тоже Прикольно у тебя в плену шансов выжить и свобод и прав больше, чем там у тебя Ты, находясь в плену, думаешь о том, что будет с тобой по возвращению И переживаешь Тебе не плевать на того комбата? Как комбата этого? Берёзу поменяли, а следующий кто был? Ростов Ростов, это позывной Кто вам по званию был? Подполковник, по-моему А фамилию знаешь? Нет Как это? Вы не знаете фамилию комбата? И он до конца и был потом Подполковник Ростов Угу Зэки были у вас? Нет, не было Не было? Только мобики одни? Кондрачи? У нас рота была чистая Хакаса Ну, в Хакасе все Хакаса Короче, после подвала и избиений вы начали ходить на позиции Ну, у нас вывели обратно в Бахмут и отправили на позицию Что было дальше? Ну, вот я и рассказывал, что пробовал там сутки и вышел обратно, когда ранил товарищ Да, ранение Ну, когда помогал выходить и меня ранил После ранения неделя прошла, а что дальше? Ну, вернули обратно в подразделение Ну, потом рассказывал, что нас 15 человек хотели отправить обратно на позиции Ну, потом уже через неделю Угу Потом, как Там, по этой По броне с завода забрали двоих И один, то что, ну, по возрасту Домой, их домой вернули Сколько ему лет было? 62 Прикольный спецназовец, да? А как он вообще оказался? Не знаю Угу Двоих забрали дальше, у вас осталось 13 Получается, освободилось место, ну, получается, БМП Там, три вакантных места было Механик-водитель, оператор-наводчик и старшие машины Ну, я, этот, командир взвода, он тоже с Хакасией был Говорю, это, ну, поставь меня куда-нибудь на машину Потому что БМП у нас никуда не ездят Ну, на, что, ну, я больше не могу А что ты больше не мог воевать? Ну, не воевать, а ходить на позицию, ну, я боялся очень сильно И поставил Хакас тебя Ну, получается, он говорит, типа, есть три, вот, типа, механик-водитель и оператор-наводчик и старшая машина Я говорю, а, как раз у нас было четверо человека, ну, четвертый он, ну, как-то, ну, без разницы было Один был у нас тракторист из деревни, ну, то есть он, ну, основы у него были вождения Мухимичных Говорим, типа, ну, он будет, этот, механик-водитель Второй был, он, этот, морпехом был Я говорю, я, ну, я не хочу учиться, ну, там, на кнопки нажимать, там, что-то регулировать и вообще, ну, стрелять Я говорю, я лучше старшие машины пойду, лучше, ну, по руковожу Все, меня старшие машины поставили и их, получается И через полторы недели нас отправили в Клещаевку На технике? Да, ну, вот, когда нас взяли в плен Угу Получается, мы должны были раскинуть, ну, как с нами еще люди ехали, должны были раскидать провизию Ну, их быка маленько, и загрузить трехсотых, троих Ну, мы только приехали, нам тут же прилет в двигатель был Угу Нам сказали то, что, ну, если что с техникой будет, то, ну, технику не жалко, типа, бегите к своим по подвалам Угу Сказали то, что, ну, по бокам с одной стороны в двух домах были, и в другой, с других сторон были в двух подвалах Ну, все, когда, это, механик-водитель говорит, ну, попробовать, то, что не получается завести БМП Я говорю, ну, да, давайте вылазить быстрее, иначе сейчас еще один прилет, и мы здесь останемся все троем Мы вылезли, я БМП бежал, смотрю, никого вообще, народу нету А наверху сидели, да? Да, трое было Они уже убежали? Ну, они либо, может, их от прилета, ну, убило их, может, они куда-то в стороны убежали, не знаю Угу, понятно Дальше? Ну, я, получается, в БМП бежал, смотрю, задние двери открыты, наверху никого нету А когда еще прилет был, я сзади потрогал, ну, никого нету Оглянулся, тоже никого нету, там что-то дымилось, и еще что-то думал, ну, может, гранату Потому что, когда прилет в двигателе был, начали стрелять и гранатами обкидывать нас Угу Ну, все, я БМП бежал, и побежал, получается, так, если на фронт сотретью, в левую сторону К дому, там была типа, типа воронки, что-то типа такого И я вот с краю воронки, там, сзади меня еще какой-то пацанчик или мужичек был, не знаю Получается, я выхожу в мою сторону, начали стрелять, я думаю, может, по темноте, ну, перепутали нас Угу Сейчас Все Это какого числа было все? Это было все 20-го числа 20 августа Да, получается, с 11-ти до 12-ти ночи Угу Была полная темнота А у меня еще ранение было здесь вот, а у меня глаз кровью затек, я только одним глазом видел Вот Я кричу, этот, позывной командира Ну, сказали, типа, если что, вы скажете, то ваши там, ну, мы предупредили их, что, чтобы в темноте, если что, не было этого Они должны это Мне в ответ сказали, типа, мы таких не знаем, типа, что ты вообще говоришь Ну, в нашу сторону постреливают Потом Чуть правее Мужик Ну, уже какой-то кричит, типа, выходите, давайте оружие и в подвал Типа, ну, потом будем это разговаривать Я говорю, стрелять не будете, убивать То, что у меня, вот, автомат Я встал Это наши были уже? Да, это были украинцы Угу А как вы туда доехали, прямо к нашим? В чем замысел был? Ну, я думаю, мы должны были, получается, как, я не знаю, мы должны были там по ровной дороге по темноте проехать Остановиться около сгоревшей БМП, раскидать провизию, чтобы проследить и троих раненых загрузить, развернуться обратно и уехать Угу Нас ждал УАЗик в Бахмуте на въезде Понятно, а получилось, вы приехали, там наши Да, ну, нас тут же сразу обстреляли и все Ну, и попал ты в плен И попал я в плен Ну, получается, я автомат отдал и Сколько человек у вас в плен попало? Ну, так, получается, мы вдвоем зашли, которые сзади меня, и потом еще, через двадцать еще двоих привели Угу Кто вас взял в плен? Я не знаю Ну, АЗОВ, там, ССО, вооруженные силы Может, они говорили, но я тогда не это, я товарища кричал, ну, то, что где-то был товарищ, это, я кричал, чтобы он это, что, ну, все нормально, чтобы он это Тоже шел и сдался? Ну, я тогда, тогда еще, когда, этот, я думал, то, что, ну, это свои, ну, то, что, только не это, в темноте не разбираюсь всех подряд в подвал, чтобы потом разобраться А потом? Что тебе наши рассказывали? Ну, я начал кричать, они очередью выстроили, сказали, типа, это, ну, сиди тихо, мы сами всех ваших там, кто живой, ну, придут к вам отсюда И все, и потом еще вот провели двоих Угу, понятно Как война? Плохо все Что у вас пошло в армии не так, что вы нашу маленькую сторону не можете захватить? Я не знаю, ну, снарядов, может, мало, что было, потому что, когда вот мы даже первый раз на позициях были, с вашей стороны там 10 или 20 снарядов прилетит С нашей стороны штуки 2-3 Это хорошо Ролик смотрел с пилотом, с Максимом? Да И что? Как его поступок? Ну, я не могу обсуждать те кого-то, ну, поскольку я не знаю, может, у него какие-то на это обстоятельства были или еще что-то Ты бы так сделал? Чего? У меня семья У меня семья Я не знаю, просто, ну, есть у него жена там Нету Вот Можно сказать, ничего нету Если бы у меня не было там, ну, родственников и жены семьи, может быть Он предатель? Ну, в какой-то мере может быть, да? В какой мере предатель, в какой мере не предатель? Давай я уточню свой вопрос Ты своего комбата уважал? Нет А теперь отвечай на вопрос Про предательство Нет А? Нет Почему? Ну, значит, ну, ну, руководство, значит, так, ну, как сказать Ну, ты же ответил на вопрос, ты за своего командира погибнуть готов был? Нет Воевать под его началом прикольно было? Ну, пока не это, ну, нормально было, пока не произошло инцидент Подвал? С подвалом, да? Да Хорошая армия? Нет Где своих солдат морят голодом, держат на подвале? А еще один поступок чувака, который вывел 11 пленных офицер Как его поступок? Ну, за него я не знаю Смотрели что же ролик? Нет, смотрели, да Ну, я не знаю, может, как сказать-то Ну, значит, у него тоже такие обстоятельства были Он спас, он тупо жизнь То есть, если бы он их не спас, их бы у всех убило Ну, просто, что с ними сейчас дальше, я же не знаю С ними все хорошо дальше Что жена говорила на тему войны? Он говорила, что, ну, оставайся лучше дома Ну, типа, лучше дома и живой-здоровой будешь чем Я говорю, я не хочу проблем с законом, поэтому Котенок мой, Господи, дай Бог, чтобы я была на связи Я еду в поезде, ездила к тебе домой, были проблемы с документами Все сделали Если до меня не дозвонишься, я вам сброшу номер тети Натальи Я тебя очень люблю Дмитрий, я ее предупредил, если до меня не дозвонитесь Это его родная тетя Че ты? Алло Алло Здрасте Знаете меня? Конечно, знаю Это хорошо или плохо? Наверное, плохо То есть, было бы хорошо, если бы я не звонил, и он бы где-то был убит, да? Нет Если вы хотите с ним поговорить, мне нужно ваше согласие на записи, публикацию беседы Да, мне согласие Да, даете Вы не говорите, где вы находитесь, и не говорите, с кем вы находитесь Как у тебя дела? У тебя очень хорошо У тебя очень хорошо У тебя хорошо Ты шел Ты шел Ты шел У тебя тоже хорошо Мне тоже все хорошо сейчас немножко связь плохая прервалась сверхдержавы что я могу еще сказать что ты плачешь все пропало для отключилась отключилась ну короче но в поезде тетя будет обрезка пока я свяжусь губы сделала на давно когда года два назад а что это за тетя сестра моей матери а почему ты в детдоме был не бабушка воспитывала мать в четыре когда мне было четыре года уныло что с матерью случилось она была беременна братом и то что нельзя было все препараты лекарства или пневмония пошла или или орбит что-то такое и то что врачи как сказали запустили болезнь и умерла из этого она беременная умерла да не могли вылечить как это так не не знаю это было 99 вот тогда еще такого как лечение в деревне жили ну и шо шо в деревне жили это шо повод для того чтобы умер беременный человек не повод ну типа сверхдержава съемки такое лечение наши было ты так говоришь будто это был какой-то там 70 год до нашей эры я не знаю что тогда как оно все было ну видишь знает меня здрасте здравствуйте знаете меня да дмитрий золкин я если вы хотите поговорить с ним то мне нужно ваше согласие на записи публикацию данной беседы хорошо я согласна привет где ты я хорошо мы с дианой все документы собрали все чтобы тебя тебя обменяли тебя включили в список на обмен мы тебя ждем дома как у тебя здоровье нормально нормально вы вылечили ранения были не болеешь ничего ну так маленько простые в шее ну ничего это подлечим самое главное чтобы скорее домой вернулся у вас как дома все хорошо мама ждет плачет каждый день как только узнала что в плен ты попал у нее давление деделю кое-как и слава богу что выровняли но ничего нормально у нее сахар только скотчет сильно ничего не говорят про про обмены когда еще будут я вот везде ну вот там через всех интересовалась на что тогда будет никто ничего не знает но в списках ты на обмен прям есть потому что и военобороны мы с дианой добились ты официально прям в списках на обмен откуда узнали и числишься как военнопленный откуда все знают что я просто я вот специально тут на интервью пошел шок связаться шок у меня в списке включили все остальное так я не же присылали письмо с тобой видео с тобой и все мы с этого дня прям начали долбить чтобы тебя включили список еще включили его в список вас обманули ваш список не видели вас обманули все что надо знать а что им еще сказать а что им еще сказать ну будем надеяться на это что я в списках только когда когда будет обмен нам не говорят понятно зачем вы его отпустили на войну да это понятно что я же не про это спросил не так он сюда пришел а зачем вы знали что происходит и тем более если вы знали всю эту правду политикой интересовались зачем-то мальчика то отпустили на смерть а это не от нас зависит а кто выбирал царя вашего я я не хожу на выборы как-то я даже не удивлен тут ни один еще не сказал что голосовал я не хожу на выборы мне как-то не интересно не не интересно и расскажи как ты в подвале сидел рассказ у меня жена знает она рассказывала на это пусть тетя еще узнают все равно это в интервью есть мы не вырезаем ничего как как я у своих сидел в подвале 16 дней то что отказались и обратно вперед на позиции и как через 16 дней нас отправили обратно и что вы сделали чтобы его достать с подвала они потом узнали когда они уже вышли ну и что дальше было а как нам своего ребенка оттуда забрать уже никак не заберешь ни с каких когтей рабство у вас в крови и пока вы все не умрете ничего не изменится договаривайте я такой давай у меня все хорошо и будем ждать скоро крепостные что значит крепостные слово ты не знаю а вы знаете что такое крепостной крепостной это бояре и крестьяне история ну не крестьяне крепостные бояре и крепостные ну я понимаю не сын не сын то вы расскажите ему потому что он так получилось что вообще ни хрена в этой жизни не знает ну не учился то такое но ничем он не интересуется расскажите ему за крепостных когда это было и что это было и кто такие бояре бояре знают кто такие это я уже историю не помню я школу закончила 20 лет тому назад прикольная я школу закончил больше столько же лет назад но я почему-то это помню и знаю ладно а сколько вам лет а сколько вам лет мне 38 лет понятно спасибо спасибо давай пока скажет что здорово если хорошо на солнце передам давай домой возвращайся я знаю что вы сейчас пишите короче в чате вот тут бежать чат и вы пишете про 38 лет мне больше кто такие крепостные кто такие бояре бояре которые как я просто книжки здесь читал про них ну где здесь до этого ты книжки читал нет украинский плен полезен для здоровья полезен для ума хоть одну книжку прочитал здесь да седьмая уже идет седьмая книга до этого ты сколько книг прочитал в своей жизни от начала до конца нисколько вы понимаете да ну вот ты же понимаешь что это треш вообще короче бояре высший слой феодального общества боярин бояре высший слой феодального общества в римские цифры умеешь считать да так 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 в десятых семнадцатых веках в первом и втором болгарском царстве древнерусском государстве галецко-волынском государстве великом княжестве московском и русском царстве ну понял что такое феодальное знаешь феодалы бояре в россии с 9 по 17 века высшее сословие феодалов потомки родоплеменной знати старшие дружинники крупные зимовладельцы имели своих вассалов и право отъезда к другим князям это типа царьки назовем их ну пусть типа да а крепостные это те кто служил им давай спросим гу крепостной это относящийся к общественному строю при котором помещик имел право на принудительный труд имущество и личность принадлежащих ему крестьян крепостное право вот оно напишите что-нибудь на тему того как это в плену читать книги прочитал а прошу читаешь сейчас сожженный севастополь сожженный севастополь и что там пишут русские с турками на кораблях пока не только начало корабельная война корабельная война по традиции у нас военнопленные если хочет обращается к своим землякам надо сюда идти не надо сюда идти что брать с собой если хочет не хочет не он не хочет говорить скажу я берете с собой 300 долларов в карман раз и пакет черного цвета плотный сейчас проблема там все тетенька записала видео что нужны пакеты для трупов много помогите купить черный пакет в в карман чтобы было легче спасибо два вопроса еще будешь задавать чего нет почему у матросов нет вопросов можно так сказать или ты железнодорожник железнодорожник тогда стрелкой переводить доволен доволен и что кто победит справедливость прикольный ответ справедливость а где справедливость у меня чисто тупо интересно пока не думаю украинцев чего почему не знаю я по телевизору показываю ну за что украинцы воюют за что мы так вы за что воюете ты куришь вообще я нет мы понятно за что воюем за то чтобы вас рабов освободить от царя а вы за что воюете вас как скоту гонят на убой хер знает куда хер знает зачем кого ты пришел сюда освобождать и от чего я никого не не шел сюда освобождать не шел что я же говорю я ну как не был настроен на то чтобы идти на передовую куда-то вот мне сказано нам как говорили что будем так что вы не будете участвовать в боевых действиях поэтому я как-то к этому всему проще относился до этого пока не отправили на передовую и не правильные такие вот ситуации жизненные ты это называешь жизненными ситуациями что там по телевизору какие новости наши обстреливают мирные дома показывают недавно там в каком-то херсонском по-моему в Херсоне или а в Харьков в Харьковской области по-моему в этот прилетела в дом убила 10-летнего мальчика и мать с братом ранила а еще всего гроза прилетела да всего гроза прилетела было до этого 52 сейчас 59 в кафе что тебе мирные люди напомним как сделали плохого кому-то я не знаю почему ну вообще кто отдал приказ что отдали приказ ты же видел видео там фотографии да что там тупо мирные люди да видел у вас знаешь что говорили по телевизору нет не знаю что там были все военные ни одного мирного не пострадали ну потом говорили там это показ то что вызывали советник или колонна из наших по этому случаю потому что вы нация рабов кровопийцев и убийц и насильников потому что вы всю жизнь вас всех не хочу это слово говорить вас всю жизнь насиловали убивали и вы по другому не умеете поэтому вы не 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 это не не Продолжение следует...